Ой, вот это состояние нельзя передать, когда он вот так на меня один взглядом взглянул, его так не рассмотришь, его не видно, он сверкает весь, но когда вот так он пол оборотом голову повернул ко мне и глянул на меня вот на миг, ко мне поступило от него тепло, ко мне поступила от него любовь. Ну, духом своим меня он озарил, и он сказал, любите друг друга, как я вас люблю, и у вас тогда все будет хорошо. Вот, к сожалению, того, чего у нас на земле нету, никакой любви. И вот я вышла от него, и эта женщина меня на улице, там меня ждала у порога. И я ей сразу говорю, я говорю, а меня не принял, возвращает меня на землю. А она говорит, а я все знаю. Они, оказывается, там все видят, все знают, а я же этого не знала. И она мне говорит, теперь, когда ты все это знаешь, и когда ты это все уже услышала, и ты знаешь, где ты находишься, я тебе покажу этот мир. И она меня повела, и она мне показала райские, это был рай, рай. И она мне показала райские места, все уже, по которым я уже прошла. И почти что все я увидела. Она мне ведет и показывает все, и я уже даже сюда не хотела идти, на землю. Я начала плакать, там такая чистота, там такой покой, там нет ни страдания, ни болезни, ни ругания, ни суета, ничего. И думаю, что же мне, зачем мне еще возвращаться на землю. Но она мне сказала, что, деточка, тебе надо возвращаться на землю, потому что Господь тебе дал такое задание. И ты должна возвращаться домой к своим детям и выполнять то, что тебе Он сказал. И прежде чем ты пойдешь на землю, говорит, вот, ты должна это все увидеть. Он же сказал мне, что ты должна больше увидеть. И вот я все увидела. Я увидела, как она мне показала, как ангели пели. Там же праздник был, когда я услышала вот это пение. И я ее спрашиваю, я говорю, а кто это поет? Она говорит, это ангели поют. Праздник же там был. И она мне говорит, что вот такие праздники, когда здесь бывают, то все веселятся. Ангели поют. И Господь дает разрешение даже в аду, которые находятся. У них даже бывает передышка. Но я же тогда еще не знала, что такое ад и что там происходит. Но она мне рассказывала, как в праздники наши покойники, как они веселятся там на небесах, которые находятся в раю. Вот когда мы пришли, когда мы перешли вот этот мост, и уже где вот красота и зелень, это райские села, где я видела красиво одетых мужчин, женщин и ребят и девушек. Вот они там, Господь их сам в свою одежду одевает, когда они в Царство Небесном. Но запомните, народ, все, что на земле происходит, это все греховно. И мы за это должны, это все должны мы признавать. Мы должны за них каяться перед Господом. К греху относится зависть, гордость, блуд. Ну их много. Она мне когда начала причислять, оказывается, каждое наше слово неправильное, это во грех нам идет. Это законы Божьи такие, и мы с этим ничего не можем сделать. Надо нам взяться за ум и меньше пить. Даже так, что... Если Царство Небесное сказали покойнику, если в могилу налили эту водку, то вы считаете, что вы этого покойника передали уже злому другу. Дальше, когда она мне повела и показала мне, вот, показала она мне Архангеля Гаврила, Архангеля Михаила. Это вот Георгий Победоносец, ваш покровитель. Ваши предки, говорит, сильно молитвенны были, и Господь вам выделил. Георгий Победоносец в покровителе. И когда мы прошли это все, она мне сказала, теперь я тебе еще покажу одно место, прежде чем ты отправишься на землю. Я тебе покажу ад, Жендон, где человеческая душа получает наказание за свои грехи. И вот за те грехи, за которые Господь говорил. Я не знала и представления не имела, что это такое, но она мне сначала предупредила, чтобы я не боялась, что она со мной, и она меня не даст обидеть никому, и чтобы я не боялась. В общем, она меня все время за руку держала, вот с левой стороны. И не зря это делала, потому что, оказывается, у нас существуют две силы же. Одна сила Божия, а другая сила дьяволская сила. Вот она же мне сказала, когда по раю меня наводила, что над головой у нас находится Господ, с правой стороны ангел-охранитель, а с левой стороны злой дух сидит и всегда слушает и наблюдает за человеком. И как только мы расслабляемся и не молимся, он нас захватывает в своей сети. То, что у нас делают вот здесь наш народ. Поэтому нам надо всем сильно молиться Господу, не водкой, не оракой, а душой. Даже люди не знают, что такое спасение души. Я вам все когда расскажу, я в конце объясню вам, что это такое. Сейчас я вам расскажу, как в ад меня спустили. В ад. Где злые духи находятся, где они руководят. Мы опустились в землю, в глубокую, я не знаю, много-много километров. Там темно, во-первых. Там холодно. Там смрад, вонь. Мне страшно стало там. Ну, она же меня держала под руку. А с правой стороны, вот, ангел-охранитель. Это, вот, меня всю дорогу сопровождало. Я вижу там, вот, в этом темном месте, как женщины, там и мужчины были, но мужчин было мало. Повешены были за языки. В общем, за плохой язык вот такое наказание вот Господь им дает. Нельзя матюкаться, нельзя ругаться, нельзя осуждать, нельзя. Дальше, что я там видела? Дальше я видела там озера. Озера такие большие, как наше государство, наша республика, наверное, такой ширине. Вот, и в этих озерах, вот, люди получают наказание. Когда душа приходит, предстает перед Господом, и он там за свои грехи уже отвечает. Там уже никуда не денешься. Там Господь говорит. Человеческому и душе там ответа уже нет. Мы отвечаем и разговариваем здесь, на земле. А когда предстаем перед Богом, там уже нам не дано, не разрешено разговаривать. Он спрашивает, отвечает за грехи. У него все записано. Вот в этой книге, которую я видела на столе, книга жизни, он все там записывает. Он все слышит, все видит. И все, что мы творим, все он записывает. И там ему не надо уже объяснять. Ангели ему все приносят. Все. Так что не думайте, что вы здесь на земле, что творите, то и можете там творить. Там уже этого ничего никто не может творить. Там законы строгие, Божие. И вот, когда я видела эти озера, первое озеро это, там кипит вода. И вот в этой воде души кипят. А душа же не умирает, а только мучается. И кричат. Так они кричали. И помощь, и просили, что у меня вот лужи вот так закрыло, и чтобы мне их не слышать. Господи. И вот, когда вот это я увидела, думаю, как же мне быть. Ужас один. Что это такое, думаю. И она мне говорит, ну, она мне объясняла, что это вот такое наказание получают люди. Во втором озере огонь горит. Огонь горит, и в огне горят вот тоже души. И вот, когда мы дальше пошли, мы в третьем озере, ну, вот подряд мне показывали, в третьем озере такое страшилище я видела, да, что я не знаю даже, Господи, как это рассказать. В этом озере и вода кипит, и огонь там горит. И в этом огне, и в этой воде души, ну, страшно. Вот столько там насыпано было мусора. Ну, смрад вот это, да. И вот в этом смраде души завязаны были вот друг на друга вот так проволоками, нитками. И я, когда это увидела, я так удивилась, я говорю, а это что за наказание? Она говорит, а это наказание те люди, которые ходят к колдунам. Кто колдует, кто гадает, кто в карты играет, кто наркотики принимает. В общем, все, что относится вот к дьяволскому вот этому все, вот они все вот там были вот такие наказания. Оказывается, все дешнеты, знахари, вот это все, они вот, оказывается, не от Господа, а от дьявола они работают. И они потом наказание получают вот такое ужасное наказание. И кто к ним ходит, кто кого колдует, кто чего, это ужасно. И она мне, знаете, что сказала? Она говорит, ваша земля полностью заколдована до каждого сантиметра. Столько у вас колдунов и столько у вас ходят к колдунам, что каждый сантиметр заколдован, и вы по этой земле ходите и болеете. Вот вам и скорби, и болезни, и несчастный случай. И дальше, когда пошли мы, она мне показала в другом озере блудниц, пяниц. Вот кто курит, кто, в общем, они сильно в ужасном положении находятся. Показали мне убийц, которые очень, ну, грех тяжкий. Их вообще невозможно даже узнать. Когда они там, вот, смола кипела, и вот бесы в смолу их окунают вот так. И когда оттуда витаживают, уже не видно, кто он такой. И я так удивилась, я говорю, а почему это так? Она говорит, вот тогда она мне объяснила, когда человек, душа, когда приходит туда, да, ну, в иной мир уже, вечно, где находимся. То там все мы узнаем своих родственников. Всех Господь до седьмого поколения знакомит. Мы здесь на земле никого не знаем, а там они до седьмого поколения друг друга узнают. И вот там вот эти крихи такие тяжкие, что даже вот в смоле окунают, и даже родственники их не узнают, кто они такие. Вот до того такое наказание, сильнейшее вот наказание. Дальше мне показали, когда мы прошли дальше, еще показали мне, как важно, чтобы мы молились. Как важно, что надо молиться. Надо молиться тогда, когда садимся кушать. Надо молиться, когда что-то хорошее ты получила, когда что-то хорошее у тебя получилось. Надо всегда молиться, просить Господа и благодарить Его.